Доброе утро! В этом году вашему центру исполнилось 10 лет. Очень большой юбилей уже, можно сказать. Расскажите, кто может воспользоваться услугами центра и работаете ли вы бесплатно с населением? Спасибо за вопрос. Все услуги населения мы предоставляем бесплатно. Услугами нашего центра могут воспользоваться многодетные семьи, малообеспеченные семьи, в которых воспитываются детки с ограниченными возможностями здоровья и детки с инвалидностью. В семье, где воспитываются подростки, имеющие небольшие сложности с правонарушениями. У нас в центре есть два стационарных отделения. То есть если у женщины с детьми случилась небольшая жизненная проблема с жильем, с какими-то коммунальными моментами в городе или в области, она может обратиться к нам за помощью. Отлично. То есть, получается, возрастных ограничений никаких нет? Мы работаем с семьями. Семья, да? Да, это семья. В приоритете в 2009 году, в год семьи, когда правительство Рязанской области решило сделать такой центр, он одноименное название имеет, была определена целевая категория. Это как раз семьи воспитывающих детей. Семья. Если говорить о благополучателях, сколько человек уже прошло через ваши заботливые руки? Есть какая-то статистика за это время? За прошлый год, у нас восемь разноплановых отделений, за прошлый год услугами и в полустационарной форме на дому, срочными социальными услугами воспользовались более 19 тысяч человек, включая в том числе консультирование по детскому телефону доверия и единому социальному телефону. Только в стационаре за прошлый год проживало более 130 человек. Огромные цифры, потрясающая совершенно статистика. Вот вы уже упомянули телефон доверия, да? То есть вам можно позвонить на горячую линию, анонимно, я так понимаю. Да. Какие вопросы можно обсудить с психологом? Детский телефон доверия – это линия круглосуточная, анонимная и бесплатная, подключена к единому российскому номеру 8 800 2122. Могут позвонить не только дети, могут позвонить родители, могут позвонить лица их заменяющие, могут позвонить педагоги по различной тематике, потому что у нас работают квалифицированные специалисты. Дети, как правило, звонят первой влюбленностью, взаимоотношения со сверстниками. Родители переживают за своих детей, когда встает какой-то вопрос по учебе, может быть, по общению с ребенком. Бывает так, что и педагоги звонят, когда тоже переживают и спрашивают, каким образом выстроить ту или иную атмосферу в классе. Бывает такой момент. Звонки все анонимные, поэтому я думаю, что получить квалифицированную помощь круглосуточную – это, наверное, здорово, что у нас в регионе есть такая возможность. И более того, пользуясь вот такой возможностью, хочу сказать, что за 2018 год мы третий в ЦФО по количеству принятых звонков, уступая только Москве и Московской области. Вот такая статистика к десятилетию. Получается, вы работаете на горячей линии, работает психолог, да, именно? Да. Дальше куда-то передаются эти звонки в случае сложной жизненной ситуации, может, там, полиция подключается для решения каких-то вопросов? Звонки у нас анонимные, у нас нет никакого определителя номера. Но если абонент хочет получить помощь и задает конкретные вопросы, спрашивает, куда ему обратиться в такой-то ситуации, да, у нас есть база телефонов, куда мы можем посоветовать нашему абоненту обратиться. То есть, если ему нужна, например, помощь юриста, мы ему можем подсказать, куда ему обратиться. Если ему помощь нужна стационарная, мы тоже можем подсказать, куда обратиться. Но это в зависимости от запроса абонента. А ваш центр работает также с детишками с инвалидностью? Да. Да, получается, это и выезд к ним на дом, и когда они к вам приходят, вы их обучаете бытовым вещам, правильно я понимаю? Не только бытовым, мы оказываем услуги психологические, педагогические. Мы проводим интерактивные занятия в полустационарной форме и занятия для семей, воспитывающих детей с тяжёлыми нарушениями в развитии, на дому. Социальный педагог выходит и оказывает им комплекс услуг именно на дому. По той простой причине, что они просто не могут в силу заболеваний своих детей обратиться в центр. С чем чаще всего они обращаются? Что просят помочь? Логопедические занятия, психологические занятия. Мы в последнее время практикуем совместные занятия, когда логопед с психологом, например, проводит логаритмику. С музыкальным родителем проводит логопед логаритмику. Компьютерный класс подключаем. В зависимости от запроса объединить всех невозможно, по той простой причине, что когда обращаются люди за помощью, мы смотрим детально, что необходимо, какую помощь необходимо оказать семье. Мы оказываем помощь не только детям, но и родителям, мы их консультируем, потому что за временной промежуток занятий 30-40 минут, да, специалист работает с этим, но мы ещё и даём задания родителям на дом, потому что родитель проводит больше времени с своим ребёнком, и если он будет ещё и дома в дополнение к специалисту заниматься, то будут достаточно неплохие результаты. То есть, получается, в данной ситуации вы являетесь аналогом детского развивающего центра, да, вот к которому мы привыкли? Наверное, можно и так сказать. Но у вас больше индивидуальные занятия, не групповые? У нас и групповые, и индивидуальные. Не могу так проранжировать, да. Есть и то, и другое. У нас есть досуговые мероприятия, куда мы приглашаем наши семьи, и это не только тематические праздники и вечера. Есть у нас совершенно такой интересный формат, как семейная гостиная. Многодетные семьи собираются в семейную гостиную в выходные дни. Мы организуем такую творческую площадку, где волонтёры, где сами родители, где дети организуют для себя интересное времяпрепровождение. Кроме того, мы приглашаем узкопрофильных специалистов в семейную гостиную для того, чтобы они могли пообщаться с родителями. Всё равно вопросы воспитания возникают. Тогда как волонтёры помогают заниматься с детьми в развивающей среде. И вот таким вот образом проводим время. Почему в выходной день? Потому что нет ничего ценнее общения родителей и ребёнок. В последнее время мы вот в силу своей такой интенсивной жизни забываем про это. Больше вперёд выходят гаджеты, телевидение, какие-то такие вот... Такое общение. А мы хотим, чтобы всё-таки было живое общение. Тогда, на наш взгляд, всё-таки проблем будет меньше в семье. Есть много центров, в которые могут обратиться, скажем так, люди пенсионного возраста. Вот вы с ними работаете или вы больше на детское... Мы больше на семью ориентированы. То есть именно мама... Родитель, ребёнок, папа, да. Братья, сёстры, да. То есть именно такое детское большое направление. Какая большая у вас команда? Для того, чтобы прокручивать такой объём, нужны специалисты? Порядка 60 специалистов. Кто это? Педагоги, психологи, социальные педагоги, музыкальные руководители, специалисты по соцработе. Вот такого плана. То есть у вас действительно большая команда, 60 человек. Со всеми, да, с помогающими профессиями, да. Отлично. Если говорить о детях-сиротах, это направление тоже в вашем центре представлено, правильно? Оно представлено, когда они обращаются к нам за помощью, да. Какие здесь у ребят возникают сложности? В чём требуется помощь специалистов? Ну, как правило, тоже это психологи выступают, потому что как адаптироваться в современной жизни, как выстроить взаимоотношения, когда они выходят из стен учреждения, взаимоотношения. Ну, такого вот плана. Я читала на вашем сайте, что часто обращаются и по бытовым услугам, то есть учить детей к жизни, да, к обычным бытовым мелочам, к которым мы часто не обращаем внимания. Ну, это, как правило, в стационарных отделениях, когда они попадают к нам, когда обращаются за помощью проживания, то да, безусловно, их учат и бытовым навыкам, скажем так. У психологов с посетителями, скажем так, работают и юристы, правильно? Работают, да. По каким вопросам юридическим можно обратиться? Вот что входит в компетенцию, чем вы можете помочь, с какими вопросами? Наверное, не так бы поставила вопрос. Они могут обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи, а уже специалисты в рамках своей компетенции с ними отрабатывают. И если вдруг полномочий не хватает, то мы можем перенаправить в организации, к нотариусу, например, или еще в какие-то такие юридические конторы, где окажут дополнительную квалифицированную помощь. Как правило, обращаются к нам установление отцовства, раздел имущества, как воспользоваться материнским капиталом. Вот какие-то вот такие правовые грани, где население просит разъяснить им тот или иной вопрос. Подростки, у нас есть день бесплатной юридической помощи для несовершеннолетних, они обращаются в отношении своих прав и обязанностей, например, как прав, как им воспользоваться, например, трудоустройством в летний период, какие у них там есть полномочия, ну вот такого плана. Мы проводим разъяснительную работу изначально, то есть у нас есть такое направление, как юридическая азбука, это для несовершеннолетних детей, когда мы их собираем в семейную гостиную, либо просто когда у нас есть творческие встречи. А для родителей юридический ликбез, когда мы тоже проговариваем, что у них есть и права, и обязанности в том числе такого плана. Вы также упомянули, что работаете с трудными подростками. Здесь чаще ребята сами к вам приходят или родители обращаются с просьбой? Наверное, больше по направлению, потому что мы работаем с комиссией по делам несовершеннолетних, с инспекцией по делам несовершеннолетних, с уголовно-исполнительной инспекцией, с Центром временного содержания несовершеннолетних. То есть такая у нас специфика. И дети, как правило, к нам приходят по направлению из данных учреждений в рамках межведомственного взаимодействия. Но есть такое понятие, как сарафанное радио. Уже родители знают, они обращаются. У нас выстроены неплохие взаимоотношения с рядом школ. И если дети находятся на профучете в школе, или есть просто какие-то нюансы, они тоже могут обратиться. А уже когда выстраиваются взаимоотношения психолог, специалист с ребенком, и дети понимают, что мы их воспринимаем всерьез, тогда уже они сами к нам приходят. Потому что мы для них предлагаем тренажерный зал, гончарную мастерскую, швейную мастерскую, компьютерный класс. И расцениваем это как бесплатные аналоги развивающим центрам. Потому что не всегда семья, малобеспеченная семья, может позволить своему ребенку тот или иной вид досуга. У нас все услуги предоставляются бесплатно для детей. То есть по факту ребенок может получить дополнительную профессию, занимающую вас? Нет. Профессии нет. У нас не образовательное учреждение. Швейная мастерская – это что-то сделать своими руками. Это просто досуг. Потому что у каждого есть свои способности, есть уровень притязания к тому или иному. И здесь ребенок может себя попробовать и понять, нравится ему или ты, или не нравится. Бывает так, что им нравится шить игрушки или делать аппликации. Ну, замечательно. Пускай он это делает с удовольствием и радует своих родителей, и радует своих близких своим творчеством. То есть это для саморазвития, да, скорее, занятия? Наверное, да. Наверное, можно так сформулировать. Если ребенок решил обратиться, или там родитель, да, то какая схема действий? Что нужно сделать? Они могут позвонить или могут прийти. Мы работаем с понедельника по пятницу, с 9 до 6. Мы открыты абсолютно информационно. Есть информация на сайте, есть информация в любом поисковике, в интернете. Мы находимся на Чкалово, 66, Центр Семья. Пожалуйста, в любое время, рабочие, мы вас ждем. Вы уже упомянули, что проходит достаточно много мероприятий, да? Какие, скажем так, основные даты вы нацелены, где проходят наиболее яркие события? Мы проводим мероприятия к тематическим праздникам. Мы участвуем во всех городских мероприятиях, которые сегодня город предлагает. Мы не только информируем, но и стараемся представить свою площадку. Ну и сами для себя сорганизовываем тоже мероприятие, исходя из того, какой у нас есть свой календарный план. Но бывает так, что наши подопечные сами говорят, а не сделают ли нам что-нибудь интересное? Мы говорим, да, конечно, давайте попробуем и сделаем что-то интересное. Привлекаете их в качестве художественной самодеятельности? Привлекаем волонтёров. С нами сегодня работает большое количество волонтёров, совершенно замечательные ребята из политехнического техникума, из строительного колледжа, из технологического колледжа. Поэтому все наши помощники, жильдорожный колледж, они во всех мероприятиях активные помощники и интересные собеседники. Набирает популярность конкурс «Восемья», это большой фестиваль для многодетных семей. Да, мы в нём участвуем ежегодно. То есть вы помогаете, да, оставить заявку, направить представителей? Мы, во-первых, участвуем в нём, организуя свою площадку, то есть мы представляем свой центр. Мы правильно говорим о городском мероприятии, которое проводится ежегодно в весеннее время. Да, у нас там есть своя палаточка, где мы говорим населению о тех возможностях, которые сегодня есть у центра «Семья» и о тех возможностях, которые вообще предоставляют сегодня семьям социальная сфера. Спасибо вам большое за интересную беседу. Надеюсь, у вас будет всё больше подопечных, которым вы сможете оказать квалифицированную помощь. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была директор комплексного центра социального обслуживания «Семья». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!